Впервые за много лет в районе Кентауского рудоперерабатывающего комбината в мёртвой зоне слышен звук работающей техники. Годами копившаяся пустая шахтная порода теперь должна стать своеобразным барьером, который, по мнению специалистов, предохранит образование пыльного шлакового облака с Баялдырского хвостохранилища. В данный момент ведутся работы по консервации Баялдырского хвостохранилища. Сзади нас расположен отвал пустой шахтной породы. Этим материалом засыпается хвостохранилище, ведется консервация объекта. Западный ветер поднимает шлак, который внешне напоминает цемент в атмосферу, и шлаковое облако накрывает Кентау. Происходит это, как правило, весной и осенью зловещая пыль оседает не только на улицах города, но и в легких людей. Это несет угрозу здоровью. У местных жителей обостряются респираторные заболевания и заболевания легких. 50 лет на это место сбрасывали шлаки, отходы Кентауского рудобогатительного комбината. Глубина насыпи составляет порядка 100 метров, и вся эта гремучая смесь досталась наследством местному ЖКХ. На помощь пришли природоохранники. Общая площадь объекта 363 гектара. Первый этап консервации прошел до 2007 года. 142 гектара было законсервировано. В данный момент по заданию Акима области управлением природных ресурсов проведен тендер, определен подрядчик, который выполняет работу по консервации Байлдерского хвостохранилища. По смете там выделена порода 97 тысяч кубов. 97 тысяч кубов на этом году. Весь породу отсюда засыпать. И работу мы завершаем в середине декабря. По технике безопасности, которая используется во всем мире, подобные хранилища должны постоянно заливаться водой. Потому что даже спустя много лет шлаки продолжают тлеть. Но после того, как были остановлены работы, рудник затопили, Кентау оказался в экономическом коллапсе. Перед городом остро стала проблема не только с работой теплом светом, но и с нехваткой воды. Кроме того, в Казахстане нет заводов по переработке вторичного сырья. Единственной альтернативой на сегодняшний день является консервация хвостохранилища путем ее засыпки. Насколько это будет эффективным, покажет время. Татьяна Бурдель, Николай Иванов, информационная служба телекомпании УТРАР.